Здравствуйте, зрители. Сегодня у нас в студии гость программы «Позиция анчугов» Петр Иванович. И мы с ним поговорим по поводу выборов главы ОГО, по поводу ситуации, сложившейся в нашем городе с заводами БМЗ и АМЗ «Венпром». Здравствуйте, Петр Иванович. Петр Иванович, сначала хотелось бы первое, с чего, самое главное, я считаю, с чего нужно начать, что коснется любого нашего гражданина, любого жителя нашего города, это выборы главы. Это кажется, что это где-то там проходит, кого выберут, нам без разницы. Нам с разницей, кого выберут. Нам нужно, чтобы наш муниципалитет развивался, нам нужно, чтобы он шел вперед. Скажите, по-вашему, какими качествами должен обладать глава? Ну, я считаю, что первое, глава должен помнить, что он слуга народа и должен выполнять все необходимые требования для того, чтобы этот у него народ жил в прекрасных условиях, максимально прекрасных условиях, какие он может создать на данной территории. Не должно быть такого. Конечно. Не должно быть такого, что значит, то у него дров нет, то у него отопление его взяли, отключили, то у него отрезали соседнюю колонну, которая была рядом, рядом с ним. Такого не должно наблюдаться. То у него, значит, все фонари на улице погасли, то, значит, дорогу некому почистить, и он выбирается там по колено в снегу, пытается выйти из своего дома, чтобы попасть где-то в центр города. Такого не должно быть. Значит, для этого нужно, чтобы глава ходил пешком, чтобы общался больше с народом или... Вот насчет того, что ходить пешком, я могу сказать, что движение автобусное у нас требует большого внимания, потому что жалоб бесконечно много, в том числе на междугородние автобусы. Ведь это же надо было придумать и так не любить людей, чтобы отменить все остановки у междугородного автобуса. Мы обратились в администрацию и говорили, что мы сделали, туда написали письмо в Министерство транспорта, чтобы они, значит, это дело пересмотрели. И успокоились, написали и успокоились. Да разве так должно... Причем из-за того, что глава, как будем говорить, глава семейства, так и глава АГО, должен заботиться о своих... Жителях? Жителях. Значит, делать все, что возможно в его... Силах. В силах. Ну, посмотрите, мы понимаем с вами, что его возможности, его власть ограничена законами. Как он может повлиять на частный бизнес, Петр Иванович? Да, это одна из проблем. Как повлиять на частный бизнес? Когда говорят, что надо вот вмешаться в дело, там предприятие разваливается, идите вмешайтесь. Значит, можно, конечно, сказать, такое наше дело, у них свои законы, свои порядки и путь занимаются. Нас от этого отстранили. Но можно, однако, в это дело вмешаться и сохранить, как у нас сейчас вот с морозаводом что творится. Ведь 500 человек будут выброшены на улицу. Это что означает? И самое главное, завод, который преуспевает, который развивается. Да, который так было бы, что территорию благоустроил, прекрасного круга себя, значит, этого не было давно уже, тротуарщики осветил все, заасфальтировал. Одно удовольствие смотреть, и вдруг, значит, нашлись товарищи, которые решили его разбазарить. Но это же безобразие. Конечно, в эту ситуацию надо обязательно вмешиваться, и губернатора привлекать, и, может быть, к президенту обращаться, в Москву ехать. Начинать нужно с места? Конечно, с места. По очереди подключения всех депутатов, подключать, значит, правительство в области, а потом переходить к правительству России, видимо. БМЖ тоже там чуть-чуть живое, значит, тоже завалится. Так у нас где работать-то людям? Это что получится? Куда люди должны пойти? Особенно молодые-то люди. Куда они должны пойти? Ну, пойдут в охранники кто-то, что-то охранять еще можно. Пойдут в торговлю. Остальные, значит, должны либо уехать куда-то, либо уехать, там, может быть, их обман, там, может быть, заработают. Либо выходить на улицу и грабить людей. Жить-то надо людям. У них там дома дети, вот у молодежи, они уже женились. Жена приходит домой, жена смотрит, как жить-то будем, у нас хлеба сегодня нет. Это же надо. Ладно, пенсионеры, значит, вот бегут к родителям. Родители помогут с пенсией, что-то там маленько отстегнут. А чего они отстегнут? Тоже хорошо, если у кого-то там большая пенсия, а у кого там порядка 10 тысяч. 7 тысяч. Есть такие, очень много пенсионеров таких, что не более 10 получают. А чего они отстегнут, когда за коммуналку надо заплатить 4-5 тысяч. Ну, чего они отстегнут? А еще самим надо жить. Конечно, они детям последнее дадут, это понятно. Но это же не нормально. И получается, первое, качество главы, это неравнодушие. Второе. Конечно, каждый кандидат должен подумать, а смогу ли я оправдать надежды людей? Смогу ли я вот с этим делом справиться, прежде чем идти туда? И я думаю, не каждый взвесил вот из тех кандидатов наших. Не каждый взвесил свои возможности, что он туда пошел. Надо быть действительно железно уверенным в том, что он сможет это сделать. Значит, сейчас некоторые из депутатов идут не в главы АГО как должность, а идут за креслом АГО, да? Есть и такое. Этого не убрать, не вычеркнуть. На сегодняшний день воспитывали, сколько лет людей уже воспитывают, что муниципальные служащие, государственные служащие, это самая стабильная зарплата, стабильные доходы, высокостабильные доходы. Почему нет? Люди к этому привыкли. У людей не осталось, мы еще подходим к третьему пункту. Значит, кроме любви и отношения к людям должно быть еще ответственность, да? Ответ за ту работу, за которую ты взялся в обязательном порядке. Это даже, может быть, на первом месте должно быть, чтобы человек каждый день чувствовал эту ответственность. Не то, что, значит, сегодня отработал, пошел, забыл, что он должен делать. Это за ним же вот на сколько лет его избрали, столько лет он должен помнить, что он ответственный за те действия, которые он совершает, и что он сделал для людей. Для чего он сюда пришел-то? Для того, чтобы создать для людей какое-то благо. Самое главное, чтобы он не забывал, что работа его не ограничивается часами с 8 до 5, а это именно вся жизнь, все время, которое отпущено ему жизнью, пока он работает главой. Вот вы работали замглавы. Вы знаете, что вот вы не могли работать, я помню, сам к вам домой приходил какой-то вопрос согласовывать, и не раз, по-моему, приходил. Потому что невозможно все решить в рамках рабочего времени. Да, невозможно, конечно. Особенно это касательно сельского хозяйства. У нас же еще, кроме того, что было развито сельское хозяйство, сейчас все заросло, а тогда же были у нас и совхозы, и в субботу-воскресенье как раз уходили на то, что можно было объехать поля, посмотреть все это дело, как встретиться с работниками, с селянами, поговорить, хоть узнать, какие нужды, в чем задержка. Если мы всегда знали, как у нас обстоят дела на селе, всегда. Давайте начнем с того, что с чего нужно начинать в главе сейчас. И понятно, что утверждает бюджет, бюджет маленький, миллион 700 миллиардов, 700 миллионов, это вот немного для нашего города. Кроме бюджета нам надо попадать в областные программы, а этих программ порядка 20. И во все надо попадать, не надо скромничать. Вот совсем недавний премьер, предыдущая администрация, если можно так говорить, но работают еще ребята. Значит, спрашиваем, надо водовод было проложить в район лесхоза, надо там канализацией заняться. Мы обращаемся в администрацию, администрация каждый год нам пишет, на будущий год все заложено, на будущий год все заложено. И это длится уже порядка 8 лет. Заложено, но ничего не сделано. Значит, мы обращаемся в правительство, пишем туда. Они нам отвечают, что заявок от вашей администрации не поступало на 16-й год. Не было. Так спрашивается, как же так, что нам ждать-то, если даже в программу никто не пытался попасть. Не пытался даже. Конечно, одна из задач, что участвовать в этих программах, в обязательном порядке надо эти программы пробивать. Это одна из задач первостепенной главы этой задачи. Именно главы. Вот если его заместители будут вот здесь вот работать, обеспечивать порядок, значит, в тылу как бы, то его задача постоянно работать в правительстве, постоянно иметь там связи, знать, куда надо войти, знать, куда вовремя причем войти надо, чтобы куда-то попасть. Вот тогда, значит, это дело будет, я считаю, двигаться у нас. У нас прорег-то на нашем, значит, АГО, Артемовском городском округе, очень много прорег. Это очень больные вопросы, вопросы ЖКХ. Очень больные. Ветхое жилье. Жалобы на управляющую компанию. Надо ей заниматься главе. Вот надо. Не должно быть такого, что управляющая компания, там где-то ей выдают лицензию, а мнение территории даже не спрашивают, где она работает. Ну не должно такого быть, как-то так. Значит, кого-то нам в мешке опять сунули сюда, они там доказали, что они хорошие, а на самом деле ничего хорошего нет. Это не должно быть. Вы же понимаете, что в день управляющая компания 1, 2, 3. Все остальные работают по договору, да? Они не управляющая компания, у них лицензии-то нет. Вот я говорю про тех, кто получил лицензию. Получив лицензию, они говорят общественным организациям, вы кто такие? Мы вас знать не знаем. Вот у нас есть лицензия. Вот они диктуют, что нам делать, куда идти. А вы никто, вам нечего тут ходить. И все. Следующая задача – это дороги. Мы начали делать дороги. И дороги – это постоянные, и тротуары. Какие дороги, если у нас бюджет 600 миллионов всего остается? Какие дороги? Если у нас в этом году на дорогах будет 60 миллионов, это хорошо. В программу надо попадать, в программу надо попадать дорожную, в программу татуары надо попадать. Ведь посмотрите, что делается. Я вот там живу. Если у нас выделили 20 миллионов области в том году, и мы их не освоили, если у нас улица Ленина все еще закрыта. Так о чем говорит? Контроль. О чем это говорит? Контроль в первую очередь. Ну так это же как раз работа главы и его джамов. Непосредственная работа. Никуда ходить-то не надо. Это вот под ногами лежит. Так ты ногу-то подними, да посмотри, что там делается-то. Петр Иванович, а скажите, а вот как вы думаете, нужно обратить внимание в главе на то, что социально значимые объекты не должны принадлежать частникам, а должны принадлежать муниципалитетам? Ну так оно и должно быть, хотя параллельно могут развиваться и те, и другие. Если какой-то частник решил построить, значит, у себя какой-то клуб по интересам, ну ради бога, пусть строит, но муниципальный минимум должны обеспечить в обязательном порядке. У нас сегодня что получается? Парк мы забросили городской, а ведь мы же там всегда мероприятия проводили. Причем большие мероприятия городские там всегда. И для детишек в основном там занимались. А у нас был, на берегу был пляж, у нас была водная станция. Лодочная станция. Лодочная станция. Байдарки были, помните? Байдарки были. На велосипедах катались. На стадионе машиностроительных у нас всегда каток работал, они заливали каток, коньки, лыжи, пожалуйста, они выдавали. Ты спрашивал, где деньги взять? Да. Все договаривался сам. Вот занимались, значит, конечно, муниципалитет очень здорово помогал Михаилу. Там мы асфальтировались, камейки делали, к каждому празднику все это подготавливали. Трибуны все ремонтировали. День города там проводили. На стадионе артисты были знаменитые у нас, приезжали. Нужно возрождать город. Нужно возрождать город с того, что возрождать то, что было. Петр Иванович, а как глава должен выбирать, что главное, что второстепенное? Ну, не все же сделаешь, составил планы. Не все. Вот здесь вот главное не утонуть в текучке. Можно текущими вопросами заняться и забыть про главное. Это уже зависит от самого главы, как он все воспринимает. Всю текучку он бросит, на заместителя сбросит, должен. И заниматься перспективными вопросами, главными вопросами, от которых жизнь зависит от района нашего города. Вот этими вопросами он должен их вести вперед. Вот для этого и должен быть такой товарищ, глава, который сможет это сделать. Не просто, а бы выбрать НАБДА, а именно тот, который смог бы это сделать. Петр Иванович, значит, я думаю, понял так, что подытоживаем, что вы призываете депутатов, а именно депутаты будут выбирать, утверждать главу, чтобы они руководствовали своим мнением, чтобы они думали о том, как люди будут жить в дальнейшем, как мы будем развиваться. Вот от депутатов зависит, как себя поведут депутаты. Среди депутатов есть разные люди. Есть те, которые искренне желают, чтобы город развивался. Есть такие, я их знаю, этих товарищей. Я не буду, конечно, перечислять ни к чему это. Есть такие, но есть те, которые пришли от личной цели, личной амбиции. И вот они какие-то группировки там объединяются, объединят какие-то группировки. И начинают друг друга, значит, там как бы... Интриги плести. Интриги плести раз, а потом покупать начинают друг друга, даже до этого доходит. Обещают что-то, значит, в натуре, может быть, и... Я не знаю, подробностей можно в натуре видать, может быть, и нет. Но как бы то ни было, значит, все пути для того, чтобы провести какую-то кандидатуру, которая им нужна, да, свою кандидатуру. И вот здесь, конечно, разное мнение, разное мнение. Ну, как это все, чем кончится, мы увидим. Вот я должен сказать, что вот сегодняшний состав депутатов, когда я посмотрел, когда выборы прошли, значит, ну, я увидел, что попали туда еще нормально люди, хорошие люди попали, часть, а часть осталась прежних. И вот эти прежние депутаты-то, меня они волнуют. Мне тоже волнуют. Они привыкли к склокам, к ссорам постоянным. И как бы они снова не увлеклись, не ушли бы в сторону куда-то, меня вот это вот волнует. Если бы обновился полностью состав, я думаю, этого бы не было. Может быть, когда-то возникло бы к концу, но сначала этого бы не было. Но здесь-то вот чем это кончится? Трудно сказать и трудно предвидеть. Все зависит от депутатов. У нас осталось 4 кандидата. Есть 4 кандидата. Значит, если вот так вот проходить, посмотреть по этим кандидатам, я на себя какую-то смелость маленькую такую и возьму. Ну, например, вот по алфавиту, если идти, значит, Бабкин Игорь Владимирович. Человеку... Огромнейший опыт. Огромнейший опыт работы с правительством. У него огромнейший потенциал. Ведь открыть за 3 года 82 многофункциональных центра по области, даже один открыть, это надо 10 раз встретить не менее с главой, выбить у него помещение, чтобы оно нормально было помещение. Его отремонтировать, его оформить как надо, принять персонал, найти, значит, хорошего руководителя, обучить людей, это только одного. А таких вот он открыл за 3 года 82. 82. Ведь губернатор-то получил благодарность за то, что он выполнил указ президента об открытии всех этих центров функциональных. Ну да, я понимаю, что вот много негатива пошло, но я всегда говорил людям, и говорю сейчас, для того, чтобы, когда что-то делаешь, бывают ошибки. Да, конечно. Для того, чтобы выполнить какие-то условия. Первое условие было, я вот не оправдываю его, но я думаю, первое условие перед ним стояло, это открыть в сроки. Открыть сроки. Он эти условия выполнил. Уложился. Нарушения какие-то были, но нарушения, вот в общем объеме. Отклонения, я бы сказал. Даже не нарушения, а отклонения. Да. Незначительные. Оборудование одно должно быть. Сейчас их специально кто-то обостряет. Ну, есть, конечно, заинтересованы люди, заинтересованы те, кто считают, что должен их кандидат пройти, например, а не Игорь Владимирович. И они начинают, значит, там всякую черноту угнать. Хотя, я-то и скажу как, первое, если был виноват, посадили бы уже. Да, конечно. Значит, правительство прекрасно понимает, что иначе бы вовремя они не сдали, и губернатор бы там не отчитался. И поэтому его не стали, не трогать, ничего, сказали, ладно, решать сам, как быть. Ну, он написал в отставку заявление, ушел в отставку. И это тоже доказывает, что человек хороший. Конечно. Я могу сказать еще одно следующее, что когда его выбрали депутатом, и он выслушал наказы своих избирателей, он с первого же дня, значит, приступил к их выполнению этих наказов. Да, к реализации. Единственный из депутатов, кто начал с практической работы. Ну, это плюс. Следующий кандидат по вашему списку. Вот, ну, я хочу сказать, что вот такой объем работ у нас никто не выполнял, как выполнен, Игорь Владимирович. Никто не выполнял. Такой огромнейший опыт. Такой огромнейший, нет, огромнейший объем работ, то есть у него вот потенциал-то вот этот, он у него живой, он еще молодой, он полон сил, и от него будет прекрасная отдача. Ну, следующее, вот Самочернов Андрей Вячеславович. Вроде неплохой парень, ничего, но он же никогда там не вращался. Значит, ему надо будет учиться год, два, три, может, четыре, и примут ли его там. А там, да, и примут ли его там. А там все, уже кончился срок. Ну, выучился, молодец, иди гуляй. А толку-то что? Вот я еду за учебной машиной, она еле-еле ползет, и я ее должен обогнать, либо, значит, должен так же ползти за ним потихоньку. Он препятствует жизни людей. Весь муниципалитет будет тащиться. И весь муниципалитет будет так же тащиться за ним. К чему? Ну, я считаю, если ты желаешь главой быть, пойди сначала заместителем, поработай 5 лет заместителем, познай всю эту кухню, весь бюджет познай, и после этого, да, в правительстве побываешь не один раз, после этого ты уже будешь знать, что требуется от главы. Ты уже увидишь сам. И тогда, пожалуйста, с полным основанием имеешь право. Вот Сергей Николаевич Табаринцев следующий. Это человек, который, конечно, имеет опыт большой. Большой опыт работы, да, значит, и как директор предприятия работал, и в том числе зам был, замглавы был, значит, большой опыт работы. Ну, я думаю, он бы тоже неплохо бы поработал. Вот Тимченков Сергей Борисович, ну, этот, он как и представитель Полицовета Единой России, он там организатором, умеет организовать любую работу, он в состоянии организовать любую работу, значит, хотя не очень здорово у него там в правительстве, может быть, знакомств много, ну, не так, как, например, у Игоря Владимирович, который вхож в эти кабинеты, ну, все равно тоже подучиться надо, и он станет, он работал замом. Я вообще вот вижу, вообще было бы очень здорово, например, если бы Игорь Владимирович стал бы главой, значит, то Боринцев Сергей Николаевич стал бы замом по ЖКХ, забрал бы все это дело. А Сергей Борисович, да, а Сергей Борисович, значит, занялся бы вот соцполитикой всей этой. Вы же помните, вы же понимаете, что у депутатов есть масса возможностей извести любого главу. Ну, все депутаты, все депутаты решают. Все, глава может хоть того интересней, правильной мысли, дума не утвердит и все. Не получит денег, не утвердит, не примет. Все, палки в колеса. Депутаты ответственны перед людьми, которых выбирали. Они же всем божили, что они будут работать на благо нашего города, на благо ОГО. Но обещали? Петр Иванович, там некоторые уже по третьему сроку обещают. Ну, некоторые, да. Ну, не будем мы. В семье не без урода. Ну, что делать-то? Конечно, будут такие течения. Все равно будут. Потому что 20 человек на всей, 20 депутатов. И на всех угодить невозможно. У каждого свой характер. Но большинство должны все-таки направление иметь правильное. Мы говорим характер у каждого свой. Но люди пришли туда работать. Людей выбрали, этих депутатов выбрали люди. И люди ждут от них каких-то решений. Конечно. Каких-то здравомыслящих решений. Именно решений, которые бы не противоречили людям. А тут получается, мы говорим с вами, что нам нужно в первую очередь, чтобы глава вытащил, с командой вытащил наш муниципалитет из болота. Так что мы ждем от депутатов решения взвешенного. Каждого, чтобы каждый думал своей головой, чтобы сделал взвешенное решение, чтобы наш муниципалитет вышел из той... Не только ждем, но и надеемся, надеемся, что здравый смысл победит. Все-таки у большинства депутатов дравый смысл победит. Спасибо, Петр Иванович, за то, что вы пришли, за то, что вы сказали, вы сказали за своем мнении. Спасибо вам, что пригласили. Мы с вами высказали именно чисто свое мнение. Своем мнении, конечно. Как мы думаем, как мы хотим, как мы видим это все. И на что мы рассчитываем. Я думаю, когда должны начаться в нашем муниципалитете светлые дни. Ну, мы все ждем. Все ждем улучшения. Спасибо, Петр Иванович. Спасибо, уважаемые телезрители. До свидания. У нас сегодня в программе участвовал Петр Иванович Анчугов. Мы высказали свое мнение. Ждем ваших мнений по телефону 22-555 или заходите на наш сайт.